все ребята всем привет сегодня будет такой тихенький видео хочу немножко пострелять на участке вот у меня длина забора тут 43 метра то есть с учетом того что сижу я и вплотную стоит мишень там из досок из полтинника сколоченная в несколько слоев плюс старая там заборная калитка в общем не пробьет точно получается где-то 41 метр ну и так попробовать на кучность купил новые пульки ну как всем они знакомы 2 и 2 хереки и взял еще раз гризлики попробовать как пойдет гризлик без чокового стволика еще попробуем посмотреть мишеньки он видно там бумажки наклеены короче не особо получается подушечки такие взял себя вот ну и попробовать хочу на кучность что получится уже так сказать без спешки в общем гризликами и стрелять перестал буквально нужно четвертой пульки как только пули полетели стал бы что-то очень большой разброс точнее разброса никуда-то вправо улетают сейчас искать стп их него попадания просто ну шуметь не хочется да и забор древит тоже вот давай два ну как они летели у меня в три сантиметра так и летят опять у меня с воздухом тут короче проблему 200 в баллоне но этот манометр врет на 20 то есть на сейчас вместо 80 винтовки подключен напрямую даже интересно сейчас перевернем посмотрим сколько винтовки сам если будет баллончик если даст заглянуть нам туда да вот я вижу 180 сейчас она еще остынет посильней на улице 11 градусов сяня и снег идет вот и еще достреляю несколько мишеник к ствола там вообще куча просто разброс ужасный но сейчас начинает собираться сейчас посты нет посты и кстати кто такие прицелы будет брать у меня он не сбился то есть ничего мне практически настраивать даже не пришлось если чай сейчас подкрутил его только чуть ниже потому что то ли за того что его самал может быть просто у меня из-за того что дистанция маленькая там-то на поляне на 55 метров стреляют уже 40 метров кучность пока лучше не становится ствол все-таки у меня изначально был не ахти потому что был провал то есть пульку когда проталкиваешь по стволу прогоняешь до сюда идет плотно потом вот такой провал потом вот тут уплотнение сильное потом она идет 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 и упиралась вот в этот псевдочок то есть у меня кучность ее и не было бывало там собирались какие-то кучки на только в теплую погоду сколько тогда 22 23 градуса было собирались более-менее кучки сейчас еще постреляем посмотрим что получится так уже ради интереса в общем издревелась и 8 бумажек винтовка уже все снегом замело в баллоне вообще воздуха не осталось я уже все отключил то есть стрелял я на постоянном давлении да как было 180 так и осталось все сейчас пойду занесу это все дело домой и потом пойду снимать мишеньки так вот лес на новый год хотел нарядить ладно сейчас сниму мишеньки зайдем в дом в тепло отогреюсь и заодно немножко проанализируем фу ну все занес короче говоря все сейчас дом пока винтовка у меня была на улице в последний момент сейчас занес посмотрел скорость на какой то есть вышел я у меня была изначальная скорость на давлениях вот на этих то есть мне больше 200 баллон не давил у меня получилось начальная скорость 295 в итоге когда я зашел в дом на скорость уже была 283 и и по именно моменту снижения скорости у меня начинали собираться более-менее приятные кучки скажем так но я знаю что вот этот пулька хэвик да тут 2 и 2 с некоторых стволов летит с чуть большей скоростью там по-моему где-то у нее 295 305 диапазон вот я знаю несколько таких стволиков где-то сейчас говорю к чему потому что как бы какой стволик я буду скорее всего все-таки заказывать лишь менять буду однозначно потому что я хочу как бы не только хэвиками пользоваться допустим а вот еще то есть вот такими пульками то есть гризли например она ну кто ее в руках держал тот знает да что это такое то есть это полнотел полноценный сейчас мы его под увеличим маленько покажись нам вот то есть полнотел полноценный с такой пассивной пустотой кто-то их там заливает воском парафином замазывает кто-то пластилином там кто чем вот двухграммовая очень твердая пулька вот на этом стволике она у меня летела одно время где-то до 260 потом перестала лететь но естественно и как бы энергетика немножечко побольше ладно в общем это короткое отступление по стволу будет видео попозже когда я наверное уже этот стволик все-таки получил в руках так сказать помацию попробую постреляю потому что до оттепели я наверное уже полет не поеду потому что да сейчас уже не проехать там снега выше колена буду проводить все тесты так сказать дома в принципе 40 метров это позволяет я сейчас перевернулся листочки минуты поочередности в который я и стрелял то есть это вот скорость была где-то 295 я здесь без упора стрелял то есть как положил винтовку она очень хорошо на этих мешках лежит то есть она никуда не девается настроил ее и в центр лупасил ну кучность тут мерить нет смысла особого тут она за 8 сантиметров у нас ушла ни о какой кучности тут и речи быть не может далее вот этот у меня средний листочек мы в принципе можно даже не смотреть здесь я просто поправлял винтовку то есть она у меня вначале так вот выше лупила у нас 40 метров 55 потом ее поправил более-менее и уже пошел дальше стрелять то есть потом я отстрелял вот такую кучну здесь тоже кучности никакой соответственно то есть если взять допустим не считая вот этот отрыв не отрыв то есть как он там получается то получаем примерно где-то четыре с половиной сантиметра везде по 10 пуль то есть короче говоря я стрелял такую серию чтобы наглядно было более менее видно что чего куда и как потом я дал винтовки немножко остыть то есть до конца она у меня оставала оставала где-то еще наверно минут сколько где-то 40 пока я сходил там чай попил туда-сюда 5 10 пока снегом замело вот попробовал потом опять стрелять получилось вот такая вот панорама она у меня в начале это я один барабан начал стрелять так сейчас чтобы было видно так положите а вот это вот отдельная серия которую мы пошла она стала стрелять ниже ну когда остыла винтовка я чуть-чуть поправил наверх и дострелял то есть тут уже кучка немножко поприятнее тут уже где-то в три с половиной сантиметра но включая вот эту это я даже не помню почему это 3 случилось но счет не берем то есть это чистая случайность далее зарядил сразу же следующий барабанчик я пошла уже вот такая вот канитель непонятная то есть я вижу на все летит вправо 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 потом я чуть-чуть а я на мил переставил она мне попала сюда ну как по одной точке взял правее то есть соответственно пулька прилетела левее чуть-чуть поправил они у меня долетели сюда вот и потом я уже начал стрелять со вкладками последние три штуки то есть это вот у меня была вкладка я просто плотно держал винтовку то есть как ну левую руку положил сюда правая рука естественно на спуске ну упор в плечо то есть как прижимал только приклад не давил ни на цевьё никуда ну естественно целился таким образом получился такая калентель с чем связана вот этот хрень у меня есть две догадки либо это ну как ствол понятное дело то есть ствол ну в этом случае у меня такой говно ствол у кого какие я не знаю ну получилось такая вот кучность шесть с половиной сантиметров это я не знаю это столько минут сколько это получается минут у нас раз два три 4 4 с лишним минуты ухты норматив ладно бог с ним потом решил попробовать ее без прижима то есть как бы опять же у меня рука лежала здесь но немножко по-другому и вложил то есть как бы именно только приклад держал и что у меня винтовка меньше танцевала получилось уже кое-чего поприятнее то есть меня получилось четыре с половиной на четыре с половиной сантиметра вот если взять да по самым таким длинным точкам 4 тонн сантиметра и потом я подвинул немножечко винтовку к себе поскольку был мне немного неудобно решить тем самым натянуть штуцер ну как бы чтобы у меня немножко ушел сюда то есть этот шланг который сопроводительный но перед тем как я начал тянуть я начал стрелять как бы еще раз таким же образом то есть когда этого какую-то мишень пострелял выстрел 4 раза получил три с половиной сантиметра грубо говоря и потом подтянул штырь он получается мне немного натянул винтовку у меня все пули короче полетели правее то есть ну понятно дело почему потому что немножко все-таки сыграл натяжку то есть ну грубо говоря баллон висел я потом это допедрил то что у меня баллон отвешивает и остальные 6 пуль вот они у меня сюда вот прилетели они у меня прилетели то есть тут меньше трех сантиметров вот они 6 пули это уже на окончательной скорости но все равно мне как будет результат не устраивает то есть можно до пристрелять там посидеть попробовать там еще чего-то как-то вот но хочется как говорится больше вот хочется именно разогнать вот эту пулю 2 и 2 до предзвуковой скорости предшаговой так сказать предбеговой вот да такое хитрое слово предбеговая скорость да пока что она шаговая потом предбеговая для этого конечно буду менять естественно стволик вот ну в общем то на этом наверное с видео пожалуй все теперь следующий буду ролик снимать уже когда получу новый стволик пока не буду говорить что это за стволик то есть как бы много мне людей советовали а кстати да еще хочу небольшую ремарочку сделать нас ну во всяком случае с нормальными адекватными людьми получается довольно хорошее общение то есть кто-то мне говорит какие-то замечания определенные делает там советует кто-то спрашивает советы но все это в культурной форме сейчас я обращаюсь к тем дебилам которые пишут вульгарщину и нецензурщину выражая ну как сказать так чтобы культурно это было да нет скажу как есть то есть короче вот этот долбоебизм ваш ебучий он не приветствуется на канале и вы сразу будете лететь в бан писать про меня про моих там товарищей с которыми там я стреляю там еще что-то мы встречаемся проводим так сказать культурный досуг они там распиваем где-то спиртные напитки да там на колодке и не бьем друг другу морды это в общем меня на канале не приветствуется то есть сразу будете заблокированы вот ну в общем в общем то и все вот а так всех поздравляю еще раз прошедшими праздниками новогодними желаю всего хорошего в насущем нынешнем 2019 году как будет новый стволик будет следующая серия про крал панчер вот маленькое отступление еще хочу наглядно продемонстрировать как более точно ну опять же условно максимально точно можно померить шаг нарезов твист конкретного ствола то есть до винтовки там прочего остального то есть вот я сейчас говорю конкретно про свою модель это коралл панчер 635 калибр то есть потому что в интернете там да в мануалах где-то очень разнятся как-то вот эти вот цифры то есть там идет у нее по моему от 390 до 450 вот виста конкретно на моей модели вот на этой вот винтовки ствол здесь сейчас абсолютно стандартный единственное что у него убран чок то есть кто не видел можете посмотреть то есть как я его убрал то есть это не отрезал ничего то есть не пилил его никак то есть но для чего я это делал то есть это все в предыдущих видео есть кому интересно можете найти кто смотрит как бы уже так сказать за этим остросюжетным сериалом идем дальше как померить конкретно три ствола и узнать какой он на данной винтовки то есть на моей винтовки твист ствола 390 это я уже неоднократно промерял различными способами но самый верный способ который я для себя так сказать ну выяснил это иметь вот такой шампул для чистки то есть обыкновенный то есть он разборный с проворачиваясь ручкой но это не имеет значения там крутится она не крутится и резьба на конце вот здесь резьба 2 и 5 что для этого нужно то есть нужно взять какую-нибудь пульку допустим вот та же самая гризли до берем сверлышка двоечку сверлим но не до конца но это опять же у кого какая какого какой шампул то что у меня вот есть неразборный такой здоровый дальше вот него резьба больше него резьба 3 5 чем не такой шампул когда есть меньше засверливаем и в принципе нику резьбу нарезать не надо просто-напросто вот сюда вот мы ее я покажу вот сюда вот мы ее накручиваем на это у меня еще без резьбы пульта вот у меня есть с резьбой сейчас попробую показать накрутить это то есть либо она сама там проходит то есть вот мы закрепляем на шампуле и тем самым прогоняем по стволу то есть пулю на срезается в нарезы и шампул начинает проворачиваться я для себя сделал вот здесь вот меточку поставил ее то есть я измерил то есть насколько у меня тут получилось по моему как раз таки максимум 450 да у меня до ручка не доходит или 500 миллиметров у меня тут получилось уже не помню не мере в общем не суть нам это нужно как маяк то есть мы ее поставили и начинаем пульку прогонять у нас во время прогона совершается вращение вот этой вот ручки вот точно вращается 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 как только мы снова увидели мы запоминаем расстояние вот здесь вот у меня где-то метка было и рисовал вторую сейчас я найду нет и не вижу а вот она у меня первая а вот она у меня 2 я прям да вот она блестит вот и видно вот здесь вот на блеск дает вот я прям так накусил вытащил и поверил сколько раз я не промерял у меня получается все время 39 сантиметров то есть это 390 шаг нарезать 390 твист к чему я это все говорю это сделано не специально на заводе то есть это там инженеры тоже далеко не дураки сделано это для того чтобы то есть как это сказать то правильно короче говоря чем у нас короче твист то есть вот чем он меньше то есть это значение то есть у нас тем быстрее тем меньше скорости нужно пульки чтобы придать ей стабильность но и тем самым на повышая скорость да она быстрее придет в дестабилизацию и начнет спираль то есть увеличивая скорость вот на данной винтовке то есть да мы берем когда допустим из коробки меняем вот это вот клапан то есть у меня здесь самоделку уже кто знает тот знает кто не знает там может посмотреть предыдущих видео для чего я это делал вот эту самоделку то есть меняем вот этот клапан на тот который нас идет в комплекте с отверстием мы получаем на пульках 2 и 2 скорость примерно где-то 230 км в час плюс минус там 5 километров что у нас происходит то есть принципе на такой скорости взять допустим более легкую пуль куда 1645 она у нас пойдет там помогут со скоростью 260 километров в час до и самую самую легкую пуль которую на ченден я знаю там по моему она 129 что люди налетит где-то 275 километров в час то есть но тут уже опять же вес баланс идет то есть там физика вот это там вращение прочее остальное даваться подробности не будем кому интересно тут это в интернете найдет то есть проще говоря мы когда здесь увеличим вот эту скорость грубо говоря где-то до но приблизительно до 300 километров в час пулькой 2 и 2 как сделал это допустим но вот у меня в данный момент на этом твисте пулька у нас дестабилизируется то есть более-менее эту пульку я могу запустить на скорости 265 270 километров в час дальше у нее начинается дестабилизация то есть это опять же почему бы я менять стволик то есть я хочу другой твист твист я буду наверное все таки где-то но не меньше 410 это точно а скорее всего это где-то 450 либо 480 500 это уже слишком 500 и было бы хорошо то есть если у кого-то стволики 5 5 калибр да то есть там можно там эти три дизайна они вполне хотя нет даже на 450 на твисте то есть я знаю чоковые стволы которые 310 там 320 километров в час их еще и не спирали но это опять же длинный ствол должен быть как минимум 600 миллиметров опять же говорю только это из того что я слышал и наглядно видел то есть сам лично руками не пользоваться что точно я могу сказать это то что я пользовался руками вот ну все больше не буду отнимать вашего времени в общем как замерить твист шаг нарезов я вам рассказал то есть вот такой вот пулькой шампал эти ну я думаю бессмысленно рассказывать где их искать все-таки 21 век на дворе то есть их полным полно каждый подберет под свой калибр и замерить шаг нарезов кстати если кто-то померит на калибр 635 у кого есть такая же винтовка там был пап неважно там или в карабине напишите у кого какой ты из получился потому что в интернете гуляет очень много разной информации опять же на моей конкретной модели 39 ну в принципе пожалуй на этом все